добрый вечер дорогие друзья наши подписчики добрый вечер мы по традиции с вами пару минут ждем и будем с вами в гостях и будем с вами в общем начинать до добрый вечер добрый вечер как у вас дела здорово что вы собрались вместе с нами так я пока отправлю запрос на добрый вечер меня слышно да слышно меня почему-то невозможно ой меня невозможно никуда двинуть лучше убрать вот это вот изображение или оставить давай тогда может быть так живую да да сейчас мы обсудим что это что у нас за тема я не выключу в общем здесь написано поступай правильно так я его наверное да нет лучше вот так так добрый вечер добрый вечер предлагаю еще минутку одну подождать для того чтобы начинать мы зашли чуть-чуть пораньше у вас тоже на заднем фоне красивые цветы да вот у меня тоже сегодня в необычной локации не дома я традиционно сижу дома на фоне флага да да у меня вот такой живописный фон наверное для того чтобы как-то снизить немножко напряженность темы да да важно очень да добрый вечер давайте мы будем начинать наверно да люди будут присоединяться давайте а мы попросим кого-то из наших гостей прямого эфира написать в комментариях поступай правильно для того чтобы я этот комментарий закрепила и люди которые будут заходить к нам эфир будут видеть вообще тему нашего ту тему которую я закрываю дорогие подписчики напишите пожалуйста в комментариях кто-нибудь поступай фразу поступай правильно все спасибо комментарии мы закрепили и будем начинать давайте добрый вечер дорогие друзья сегодня у нас с вами 30 минутный вебинар на тему поступай правильно и и это у меня в гостях алия у вас в гостях да валентин сергеевна лукина пожалуйста представьтесь и расскажите что сегодня у нас будет да значит у нас сегодня такой ну на мой взгляд и исходя из тех запросов с которыми я обычно работаю да со взрослыми с подростками эта тема вот как бы таки чисто технические вопросы скажем да по поступлению в вузы и в колледже объясню немножко почему этот вообще семинар такой курс у нас родился вот не раз я сталкивалась такой ситуации когда вроде бы у ребенка ну подростка да хорошие баллы вот он идет подает документы все вроде бы хорошо но в какой-то момент допустим он вовремя он не очень знает не очень хорошо знаком со сроками да он не очень хорошо знаком как там в какой момент нужно подавать согласие например как следить за своим рейтингом и так далее да и вот это иногда может подвести вот поэтому такой вот практический курс поступая правильно да вот он как-то у нас сам собой скажем так появился вот и сегодня я предлагаю какие-то вопросы такие вот самые самые злободневные наверное да самое важное обсудить расскажите пожалуйста в какие даты он стартует и какое наполнение курса будет значит курс у нас такой двухдневный 2 2 числа у нас 16 это первое занятие 16 июля в 7 часов вечера мы начинаем и второе занятие будет 22 июля между этими двумя датами мы будем сопровождать нашу группу то есть мы создадим закрытую группу в которой можно будет задавать вопросы мы я буду делиться определенной информации очень нужной да актуальной все вопросы допустим вот ну конкретные какие-то примеры да вот я например на таком-то месте у меня такое-то количество баллов там что мне как оценить я поступлю не поступлю да в общем вот эти вот вопросы мы прямо в этом курсе постара постараемся на конкретных примерах на конкретных примерах вот тех людей которые будут на нашем курсе обсуждать и разбирать хорошо спасибо мне кажется первый вопрос который будет логичным и вот меня дети честно говоря с этим вопросом спрашивают у меня его постоянно тоже мои дети выпускники в связи вот ситуации самоизоляции мы не можем подать документы очно то есть раньше мы там шли проходили медосмотр собирали справки делали копии и ножками приходили в приемную комиссию сдавали и как бы ну было понятно да что твои документы как бы уже в приемной комиссии к сожалению сейчас свободного доступа в учебные заведения нет более того учебные заведения до 1 сентября вообще не откроет свои двери никому как все-таки подавать документы вот сейчас здесь действительно с одной стороны это такая ситуация когда да вот многим я как оказалось да проще действительно прийти прям собственноручно там настоящие да ощущающие ощущаемые документы подать вот но и вот под подача документов онлайн для многих является стрессовой то есть непонятно куда как подавать да там где эти искать кабинеты личные там воз услуги и прочее но с другой стороны на мой взгляд это прям очень облегчает поступление для тех ребят которые живут удалю где-то далеко от того вуза куда они хотят поступать вот но по документам у нас вот на во первых мы можем подавать документы на сайте самого вуза то есть во многих вузах прямо есть возможность зарегистрировать свой личный кабинет и туда заливать все документы скана имеется ввиду копии там же заполнять заявление второй второй возможность это когда мы можем воспользоваться сайтом госуслуги но на сайте госуслуги каким бы он замечательным не был да там все-таки всего пятьдесят четыре вуза маловато по-моему да маловато как бы и действительно там есть какие-то такие рейтинговые вузы там допустим двфу да санкт-кербургский московский но каких-то других вузов нет да поэтому есть определенное такое ограничение ну и третий вариант это отправлять почтой но почтой все-таки вот обращаю внимание ну да может быть кому-то проще почтой отправить но я вот всегда говорю что не надо отправлять оригиналы документов почтой потому что но все-таки почта иногда срабатывает так что документы могут потеряться и это не очень приятная ситуация тем более если мы отправим там оригинал аттестата например да ну потом столько забот будет что восстановить вот а так да и еще один момент вот по документам получается что сейчас летом ребята подают только копии или сканы документов оригиналы доносим в сентябре в октябре месяце вот таким хорошо скажите пожалуйста в связи с тем что вот сроки по егэ сдвинулись для того чтобы эпидемиологическая ситуация ну как бы чуть-чуть улучшилась как отреагировали институты и как узнать до какого там срока до какого числа можно подать вообще в целом документы да у нас значит все сдвигается но наконец-то наконец-то у нас вроде бы появилась определенность потому что мы вот буквально там до конца июня не знали да как вообще все это будет но сейчас появилась определенность сроки у нас такие что документы допустим если абитуриент поступает только по результатам егэ ему не надо больше ничего сдавать то до 18 августа включительно его документы будут принимать вот имеется виду на сайте вуза там через госуслуги вот до 18 августа теперь вот есть такая группа абитуриентов которые будут сдавать вступительные испытания в вузе то есть это могут быть творческие испытания это могут быть профессиональные испытания и могут быть испытания которые проводятся самим вузом например для студентов которые ой для абитуриентов которые поступают после колледжа вот здесь ситуация такая что вот до 15 июля то есть это завтра уже да должно появиться расписание вот этих дополнительных испытаний и дальше вуз каждый вуз самостоятельно уже определяет дату завершения приема документов от этих абитуриентов вот то есть она конечно же будет не 18 а раньше и это нужно прямо на на сайте вуза конкретного вуза куда вы хотите поступать прямо отслеживать так что то есть а да и вот еще важные сроки на которые не всегда ребята и их родители обращают внимание есть такое понятие как то есть у нас абитуриенты зачисляются не все сразу скопом то есть там они вот как-то волнами скажем называют волны есть у нас этап приоритетного зачисления это 20 22 августа то есть будут зачислены там целевики дети-сироты инвалиды там участники боевых действий так далее затем у нас будет первая волна то есть общий конкурс те ребята которые поступают на бюджет по общему конкурсу это 22 тире 20 23 августа 24 24 августа у нас по 3 2 2 волна для зачисления на да по общему конкурсу то есть вот такой поэтапные да вот и здесь конечно я немножко наверное забегая вперед скажу что вот чтобы не упустить свое место на бюджет очень важно вот в эти сроки успеть написать согласие на зачисление да иначе если вы не написали согласие может случиться такая не очень приятная ситуация когда баллы высокие ребенок не поступил на бюджет да потому что не было согласие элементарно и вот здесь конечно нужно вот как-то по срокам очень четко знать то есть сроки это как раз таки это ответственность абитуриента которую невозможно переложить ни на кого то да то есть если тебе важно и твое место твое поступление то ты как бы должен за этим следить еще вот говорят о том что есть такой как бы рейтинговый обзор как проходные баллы по егэ чем они отличаются от простых баллов и в целом как вообще чем схожи эти два понятия чем они отличаются да еще один вопрос который такой вот у ребят очень часто бывает небольшая путаница значит есть понятие вот вообще есть балл егэ но здесь все понятно то есть это те баллы которые мы набираем при сдаче экзамена единого госэкзамена дальше у нас есть понятие минимальный балл то есть каждый вуз устанавливает свою планку минимального балла ну например это может быть но условно говоря я так для примера до математика профильная например 45 баллов что это значит это значит что если у абитуриента по математике 44 балла они 45 как пишет вуз минимальный балл значит у него просто-напросто не примут документы к участию в конкурсе то есть вот этот называется минимальный балл да то есть этот некий такой порог для абитуриентов которые они должны пройти есть еще одна вещь которая называется проходной балл значит вот здесь вообще я всегда рекомендую эту информацию отыскать она всегда есть на сайте каждого университета проходные баллы то есть вот допустим в 2019 году да было там на какую-то специальность 20 мест и вот последний абитуриент который был зачислен например у него было там 190 баллов вот это и есть проходной порог на бюджетные места вот ну сейчас понятно что в 2020 году мы еще не знаем эти пороги на бюджет поэтому мы ориентируемся на проходной балл 19 года 19 года но естественно что желательно чтобы он у вас был не прямо вот пороговый да как указано например документах а чтобы плюс там 5 баллов плюс 10 баллов чтобы быть прям уверенным что вы поступите на бюджетное место здесь я просто знаю по опыту вот так вот сходу это не очень всегда бывает понятно да когда начинаешь уже на практике вот прям на конкретных примерах разбирать это становится более понятно и тем более если на примере собственных собственного поступления уже проще скажите пожалуйста такой вот вопрос поскольку сейчас у нас вроде бы ну не вроде бы ребята не могут пройти медосмотр есть ну вышел вышло постановление правительства о том что учебные заведения берут без медосмотра но есть учебные заведения которые говорят о том что необходимо сдать вот эту вот справку тогда как быть если это другой регион там у нас участники хир вообще действительно по положению которых министерство образования да выпустила приказ медицинская справка предоставляется в сентябре месяце то есть уже по факту зачисления но здесь я понимаю вузы которые все-таки стараются перестраховаться потому что у нас есть ряд специальностей специальностей у которых есть повышенные требования к медицинским показаниям по медицинским показаниям то есть это например педагогичные специальности там той справкой не обойтись вот нужна такая поэтому вот здесь нужно в каждом конкретном случае это все уточнять и узнавать и если вуз скажет что нужна справка то необходимо обратиться в медицинские центры да они вот эту медицинский осмотр проводят я думаю что здесь сложности не будет в получении такой справки здорово да хорошо а вы как-то в начале эфира упомянули такое понятие как рейтинг поступления а да и вообще как как быть с этим как узнать что я все таки вот у меня хороший рейтинг или например у меня вообще низкие просто шансы вообще вся эта история с ЕГЭ она была придумана вот как раз таки для того чтобы мы могли объективно оценивать наших абитуриентов и рейтинг он как правило в открытом доступе то есть каждый абитуриент может увидеть у кого какие баллы кто сколько имеет да и кто сколько на каком месте а рейтинг а рейтинг что всех абитуриентов их устраивают ну в таком как бы рейтинговом рейтинге да то есть обычно сверху идут те кто имеют высокие баллы потом поубивали мне нужно кажется самого главного слушателя успокоить можно пожалуйста еще раз про рейтинг все таки если смотри-ка у нас тут тетя говорит давай мы посмотрим на тетю и ты не будешь так делать ладно да вот короче говоря рейтинг да если вы зайдете на сайт вуза туда куда вы подаете документы там будет такая вкладочка рейтинг абитуриентов вы туда прям нажимаете и вы увидите что все абитуриенты которые подали документы они вот в этом списочке сидят и мы видим кто на каком месте ну понятно что допустим те у кого 300 баллов они будут в верхней строке рейтинга те у кого меньше баллов они будут ниже и здесь мы уже сможем увидеть во-первых сколько документ сколько заявлений подано на ту или иную специальность у кого какие баллы ну и соответственно мы можем примерно прикинуть смогу ли я поступить но здесь вот у меня в прошлом году бывает что ребенок посмотрел и испугался и говорит что ой там я на месте каком-то месте но здесь надо понимать что вот эти вот ребята которые сидят наверху они сидят в разапасе да поэтому рейтинг он всегда будет двигать вот да вузы принимают я вижу вопрос есть вузы принимают до 18 августа если принимают только по ЕГЭ Илюша так хорошо тихо сидел а сейчас ему походу так понравилось здесь был очень интересный вопрос по поводу согласия на зачисление вот мои родственники подают заявление в колледж и в одном колледже ну как бы согласие на зачисление взяли сразу и ребенок такой радостный думал что это уже все как бы зачислили да а какие-то вузы какие-то колледжи наоборот ну не предлагают заранее написать то есть можно ли заранее или это зависит от самого учебного заведения все таки можно можно конечно допустим если вдруг да если вдруг вы подаете документы в учебное заведение и прямо это вот ваша мечта и вы оцениваете что ваши шансы на поступление очень высоки то вы конечно можете написать сразу заявление на зачисление почему бы нет да но иногда может случиться такая ситуация что вы подали заявление на зачисление но по своим баллам не прошли да то есть это но система вот сейчас в этом году понимаете в этом система она срабатывает таким образом что если мы подали два заявления это ну не есть хорошо потому что абитуриент имеет право под подать и поступить только в одно учебное заведение имеется ввиду на бюджетное место вот поэтому здесь такое дело что наверное стоит подумать да там еще раз собрать какую-то информацию может проконсультироваться с кем-то вот ну здесь наверное я может быть уже так это как подытожить да значит таким образом смотрите если например у вас есть очень много вопросов связанных вот именно с подачей документов да есть вопросы связанные вот как оценивать свои шансы на поступление да вы можете записаться на наш курс и мы это все прямо конкретно под вашу ситуацию будем выстраивать вот ну и плюс еще ну я вижу что большой плюс нашего курса в том что у нас будет вот эта вот группа где можно вот вопросы насущные свои да то что волнует задать обсудить там обменяться может быть информации вот а так безусловно если например у вас есть вопросы да связанные с поступлением вы можете писать нам директ в инстаграм вот life and job например вот задавать вопросы мы постараемся на них ответить ну и следите за нашими постами потому что мы стараемся такие вот какие-то нюансы да лайфхаки связанные с поступлением да хорошо здесь вот есть вопрос можно ли подать документы без результатов егэ и второй вопрос а если подадим не в пять вузов а больше то это будет известно вузом ну по второму сразу скажу что это будет известно вузом ну может конечно рискнуть но не знаю как то это может не очень хорошо отвернуться если вероятность черный список из-за этого да а по поводу вот подавать документы еще не знаю результатов егэ может быть стоит подождать потому что мы пока не знаем как мы сдадим егэ да ну тоже такая вот лотерея же может быть действительно мы прям шикарность дадим ну или мало ли да и подросток там перенервничает и может быть меньше баллов наберет и тогда нужно какой-то другой список тут вопрос проходной балл в прошлом году написали например 155 ну как бы логично это низкий балл и непонятно это по общему конкурсу или это человек прошел по квоте почему так есть смотрите во первых надо уточниться да где эта информация была получена потому что если это сайт агрегатор они дают такую информацию но эта информация обобщенная по заочникам по целевикам и там конечно ниже становится а если вам все-таки нужна реальная информация по общему конкурсу на бюджет это нужно прямо копаться на сайте самого вуза там у них все вот эти выкладки отдельно по целевикам отдельно по общему отдельно по заочникам отдельно по ученикам там у них вот это все есть вот поэтому приглашаю вас на наш курс заглядывайте на нашу страничку life and job имеется ввиду хорошо спасибо то есть я правильно понимаю что поддержка участников курса будет осуществляться через платформу ватсап да да ну я так понимаю что это более удобная сеть для наших ватсап да да хорошо спасибо да хорошо ну тогда завершать если дорогие друзья мы сохраняем вот это да то что у нас да 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 если кто-то присоединился среди вас есть такие в середине пожалуйста посмотрите с самого начала если у вас есть вопросы да нюансов много и поэтому мы вас приглашаем к нам себе на курс отличного вечера и до встречи на курсе все пока до свидания до свидания до свидания до свидания